Это касается практически каждого жителя нашего региона, будь он пешеходом или автолюбителем, безопасность дорожного движения. В нашей студии Олег Блохин, начальник управления ГИБДД МВД по республике Коми. С ним мы поговорим о последних изменениях в этой сфере. Олег Владимирович, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Что это за изменения, которых вы и мы, конечно же, тоже ждем? Насколько они вообще глобальны? Ну, они сегодня будут касаться больше нарушителей. То есть вам бояться, я думаю, нет смысла. Примерно тезисно. И, наконец-то, с 1 июля у нас будет задержание транспортного средства, эвакуация и хранение уже за счет нарушителя. Вот эта норма сегодня не существовала, поэтому вот эти стоянки, которые раньше, где хранились задержанные транспортные средства, не функционировали. Дальше. У нас по тонировке серьезные изменения. Теперь за наличие тонировки на транспортном средстве будет сниматься государственный регионный знак. Вот, если потом... Да, и гражданин дается ровно сутки, чтобы устранить эти недостатки. Если потом он дальше катается, штраф 5000 рублей, понимаете? Или решение права управления от одного до трех месяцев. А ранее? Не так ведь все было жестко. Да, 500 рублей. Вот мы сейчас проводим такую целенаправленную работу. Я, честно говоря, обращаюсь к участникам дорожного движения. И хотел бы, чтобы они самостоятельно устранили вот эти недостатки сегодня. Ну, чтобы не ругались, да, с госинспекцией с 1 июля. Дальше. По вопросам остановки стоянки. Также вот сегодня штраф 300 рублей, будет 1000 рублей. Если под знак, 1500 уже будет рублей. Вот такие изменения, которые коснутся более глобально. Остальные практически больших изменений не претерпевают. Ну, что касается тренировки, я думаю, что многие сейчас огорчились. Ну, должно, по крайней мере, задуматься. Время есть. Есть у вас, друзья, тоже время дозвониться до нас в прямой эфир, задать вопрос. 51-67-67, телефон прямого эфира. Также пользуйтесь ICQ и интернетом. Через твиттер пишите к нам. Ну, и у нас есть первый звонок телезрителя. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер. Слушаем вас. У меня такой вопрос. Возле водоканала Постаровского 59, у меня живет там мама. И вы знаете, там устроили между водоканалом и вот этим домом стоянку автомашин. Там стоит по три, по четыре машины. Тротуары неблагоустроены, поэтому там все время грязь. А один раз просто было такое, что внучку я встречала своей мамы, и она сбежала ко мне навстречу, и сюда же машина, владелица которой живет в нашем же подъезде. И она чуть было не наехала на нее. Вовремя остановился ребенок. И она выходит, она еще мне претензии предъявила. Я обратилась в ГАИ, но мне сказали, придите, напишите заявление в милицию, что, значит, был почти наезд на ребенка. Хорошо, что все обошлось. Олег Владимирович, вопрос понятен. Спасибо большое за то, что позвонили в нашу студию. Напоминаем, телефон прямого эфира 51-67-67. Ну, я могу сказать по поводу обращения. На самом деле, желательно было бы написать заявление, тогда нам легче было бы поработать с нарушителем. Это первое. А Староска 59 я адрес записал, мы завтра посмотрим. И я думаю, что поработаем с теми нерадимыми водителями. Еще один вопрос про стоянку. Когда оборудуют стоянку для посетителей ГИБДД в Эжвей? Сейчас там только для постановки на учет площадков. Станешь, штрафуют. Вот жалуются Дмитрий, телезритель. Что делать? Насколько я знаю, напротив Эжвенского ГИБДД есть достаточная площадка, где можно припарковать транспортное средство. Может быть, вопрос задается, человек где-то рядышком работает? Может быть. В этом плане, да. Но вроде бы жалоб раньше не было на эту тему. Но там стоянка действительно большая. Да, вроде бы достаточно. Вроде бы как не должны быть проблемы. Да, да, да. Давайте принимаем звонок к телезрителю. Добрый вечер. Алло. Добрый вечер. Мы вас слушаем, говорите. Добрый вечер, добрый вечер. У меня вопрос к Бусину. Насчет остановок общественного транспорта. Вот по улице Марково, это напротив центрального входа кладбища. И напротив стоит детская республиканская больница. Стоят две остановки. Они напротив друг друга. И прямо напротив рейка стоит пешеходный переход. Останавливаются два автобуса. Проезжая часть становится непроезжей и непрохожей. Вот вы, наверное, знаете, какие технические требования должны соблюдаться при установке. Останавливаются на транспорте. Спасибо. К сожалению, времени не так много. Олег Владимирович, что можете сказать по этому поводу? В общем, вопрос довольно-таки ясен. Мы сегодня на Республиканской комиссии по безопасности дорожного движения эту тему обсуждали. В том числе как раз вот тот адрес, который вы озвучили. И сегодня есть понимание уже у администрации города Сыктывкара об уширении создания вот этих карманов для заездов автобусов. На самом деле сегодня это вызывает серьезное векание граждан. И ну давайте согласимся, что это ежеминутно нам не сделать. То есть это плановая работа. Я думаю, в этом году, да. В следующем году она будет очень активно проводиться. Я вас уверяю. А что касается пешеходных переходов? Говорилось об этом, по-моему, со стороны российского ГИБДД были какие-то вот просьбы, или точнее изменения вроде как планировались улучшить вот саму обстановку оборудования? Вопрос очень хороший. Сегодня на самом деле теме пешеходов уделяется особое внимание. На нашем сайте, на сайте Госавтоинспекции России есть опрос как раз общественного мнения права пешехода. И на самом деле сегодня разрабатываются новые регламенты именно по обустройству пешеходных переходов. Освещение, дорожные знаки с отражателями, дорожная разметка, которая будет более восприниматься водителем. Вот эти искусственные неровности. То есть работа будет продолжаться. Кстати, искусственные неровности, вот они-то точно работают. Вот я пешеход, конечно, могу сказать. Переходить дороги легче сейчас стало. Кстати, по переходам, скажу сразу, в прошлом году в Сыктывкаре было 8 у нас наездов с погибшими пешеходами. После установки лежащих полицейских гибель людей на пешеходных переходах прекратилась. То есть это явный эффект. Не поспоришь с цифрами. Есть звоночек у нас. Здравствуйте. Как зовут вас? Если можно, кратко ваш вопрос. Добрый вечер. Добрый. Здравствуйте. Вопрос такой к полковнику. По крово-марту 229 дом печати напротив сквера. И то есть женщины с колясками не могут заехать в этот сквер, потому что на пешеходном переходе со стороны дома печати уставлено все машинами. В 11 дня можете подъехать, то есть все забито машинами на пешеходном переходе. Ой, на пешеходных тротуарах, понимаете? Понятно. Спасибо большое. Ну тут тоже, наверное, на карандаш, да? Да, мы посмотрим. Там, скорее всего, больше паркуются как раз работники этого ведомства. То есть мы поработаем с ними и с руководителем. Вообще проблема стоянок для всей страны сейчас актуальна. Не только она. Где бы сколько ни делали, все равно мало и мало. У нас тоже задумываются над этим. Да. Но опять я говорю, что учитывая, что требуется большое вложение финансовых средств, но самое главное, что есть понимание администрации. Вот да, с муниципалитетами работу должна тесно, конечно, вестись в этом смысле. Ну, давайте вот как пример. Допустим, вот Макси, когда строил сам просили полторы тысячи парковочных мест, мы настояли на двух тысячах, этого не хватает, вы видите. Сейчас будет строиться торговый центр Юль, мы также требуем, чтобы там были парковочные места. Центр города, Первомайская улица, посмотрите, у Северного района банка. Три года эту тему обсуждали, там сейчас прекрасная парковка. Да, действительно. Будем продолжать эту работу, будем, будем. Мы сегодня хотим за счет уширения все-таки газонов, меня все критикуют за это, но мы будем это делать. Ну, что ж, один из методов. Вообще, насколько активно ведется работа по общению с населением? Потому что очень много предложений, наши эфиры это показывают, очень много звонков, обращать внимание на те, на другие проблемы, вещи. Вы знаете, я пользуюсь случаем, хочу обратиться к участникам дорожного движения, у нас есть свой сайт 11gbdd.ru. Запомнить легко. Да, 11gbdd.ru. Мы проводим опрос общественного мнения и нам очень, честно говоря, нужна помощь нашего населения. То есть, ну, согласитесь, мы можем смотреть по ГОСТам, по техрегламенту, а ведь, допустим, если население нам подскажет какую-то идею, почему не воспринять-то ее? То есть, мы сегодня пользуемся. Вот опрос, вот, посмотрите, мы сейчас проводим два опроса общественного мнения. Именно мнение о ГОСТа инспекции и по общественному транспорту. Так что, подключайтесь, друзья. 11gbdd.ru. Я думаю, что можно и другие предложения написать. Конечно, конечно. Что касается, собственно, граждан нашего региона и интернета, активно пишут вопросы при помощи Твиттера. Алексей спрашивает. В Коми проходит акция «Перекресток» до 31 марта. Можно ли говорить о каких-то первых итогах? Конечно, можно. Да, вот, в частности, в городах, там, Сытовка, Рухта, Печора, Усинск. Вот за эти дни не зарегистрировано ни одного данного транспорта происшествия с пострадавшими. Я считаю, это уже эффект, огромнейший эффект. А вообще, вот, профилактические акции, операции, они дают действительно эффект? Конечно, конечно. Вот, я пять секунд скажу. Вот мы, когда проводили операцию «Нетрезвый водитель», мы, допустим, за день выявляли по 45-50 водителей в состоянии алкогольного пьянения. Вы представляете, что происходит на дорогах? Получается, что вне время проведения акции ведь тоже ездят такие товарищи? Я думаю, что да. Вот в обычный день у нас где-то выявляется 22-25 водителей в состоянии алкогольного пьянения. Без документов. Вот вчера 13 водителей, лишенных права управления, мы задержали. То есть, работа проводится в этом плане. Спрашивает Артем, когда же уже начнут хоть что-то предпринимать против нелегального ксенона? В темное время суток ездить невозможно. Ну, вот, про тонировку мы сказали уже очень долго, да? На самом деле, очень, да. Про это говорили. Вот сейчас принимаются какие-то действия уже такие более жесткие. А вот по поводу таких действительно там украшательств непонятных. Вы знаете, да, тут нужны нам технические средства, которые способствовали это выявлять. Раньше мы это делали на техническом осмотре. Сегодня, так сказать, эта функция у нас от полиции отобрана. Теперь мы, ну, я так скажу, что тут немножко сложно в этом плане. У нас нет технических средств, которые позволяли бы грамотно это выявлять и фиксировать. Но, тем не менее, появились другие тех средства, которые помогают отслеживать скоростной режим. Наверное, да? Это сыграло определенную роль. По крайней мере, я смотрю, многие водители уже на дороге притормаживают. Вы знаете, вот у нас министрам принято решение, такое принципиально. У нас будут создаваться центры фотодефиксации нарушений. Мы идем со временем. Глава республики поддержал и выделяются финансовые средства. Мы хотим, первое, это Сыктывкар окутать этим системами видеонаблюдения. Потом Ухта, потом Усинск. Сегодня у нас есть передвижные. И эффект, естественно, будет. То есть, когда гражданин будут нарушить или получать письма счастья, ну, деваться некуда. Я думаю, на следующий раз, когда он поедет по этому участке, он все-таки притормозит. Главное, чтобы система не давала сбоя. Вот еще несколько вопросов, объединю их в один. Когда ГИБДД начнет реально бороться с беспредельщиками, паркующимися на тротуарах и газонах? По поводу стоянок поговорили. Вот по поводу того, что делать с людьми, которые не соблюдают правила. Вы знаете, учитывая, что это сегодня носит массовый характер, естественно, мы всех сразу убрать не можем. Но, я так думаю, что скоро законодатель внесет изменения, как за рубежом. Полицейский в течение дня проехал тысячу автомашин, семь под стеклышко полицейского. Ну, это видим, да, действительно, фильм. Да. И это, я думаю, принесет эффект. Сегодня, смотрите, механизм. Стоит 25 автомашин. Водителей нет. Приехал инспектор. Ему надо дожидаться. В другом месте идет, допустим, происшествие, авария. Люди страдают. Сегодня, я считаю, больше внимания уделить надо как раз профилактике гибели людей на дорогах. А здесь изобрели прибор. Парктроник называется он. Цена вопроса 400 тысяч этого прибора на одну автомашину. То есть, мы, если в программах в будущем приобретем, то, наверное, поработаем в этом плане. То есть, об этом вы тоже думаете? Да. И это хорошо, конечно. Можно еще один вопросик? Да. У нас не комплект большой личного состава сегодня. 70 вакантных должностей. Поэтому я обращаюсь ко всем желающим, кто имеет высшее юридическое образование, мужчина, служивший в армии до 35 лет, к нам, в госавтоинспекцию. Служба интересна, достойна, социальный пакет реальный. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое, Олег Вадимович, что были с вами. Вы тоже приходите к нам на службу. Да, мы ждем. Ну, подумаем. Начальник управления ГИБДД по коме Олег Блохин рассказал о ситуации в дорогах и изменениях в законодательстве. Переходим к рекламе, а далее время новостей. Кать, а хочешь доплатим и джип купим? Я поручителем не пойду. Спасибо вам, мама, за поддержку. Теперь крупные суммы в кредит без поручителя.